Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Накс. Имя Бена Ходжеса хорошо знакомо всем тем, кто внимательно наблюдает за войной в Украине. Трудно найти более компетентного аналитика и комментатора событий, чем генерал-лейтенант Ходжес, занимавший в прошлом должность командующей армией США в Европе. А сейчас он старший советник Human Rights First и также старший наставник НАТО по логистике. Ранее он занимал кафедру Першинга по стратегическим исследованиям в Центре анализа европейской политики. Вот об этом наша сегодняшняя программа. Вначале, как и обычно, напомню о наших спонсорах. Опубликованная вчера статья генерала Ходжеса называется «Думайте, наступление Украины началось, дождитесь тяжелых бригад». Каналы социальных сетей пестерят зернистыми кадрами танков и взрывов на юге и востоке Украины. Везде звучат заявления о том, что идет долгожданное контрнаступление Украины, что вызывает определенные волнения и даже трепет. Наступление невероятно важно для будущего Украины. Но при оценке того, что происходит на самом деле, полезно понимать некоторые ключевые факты. Существует большая разница между началом наступления, основной атакой или основным усилием операции. Наступление началось, но не думаю, что основная атака. Когда мы видим, что к нападению присоединяются большие бронетанки в формировании, думаю, поймем, что главная атака действительно началась. На сегодняшний день, я думаю, что мы были свидетелями такого заточения нескольких сотен танков и боевых машин пехоты в атаке. В украинском танковом батальоне обычно 31 танк. Бронепехотный батальон будет иметь примерно столько же. Добавьте бронетехнику, перевозящую военных инженеров, ПО, логистику и так далее. Бронетанковая бригада, скорее всего, будет состоять из трех танковых батальонов или одного или двух мотострелковых батальонов. Всего бронетанковой бригаде будет более 250 единиц бронетехники разных типов. По моим оценкам, украинцы собрали от 7 до 12 бронетанковых бригад. У некоторых может быть только украинское или трофейное российское оборудование, но у других будет смешанный западный комплект. Когда мы говорим 2-3 бригады, это означает около 500-750 единиц бронетехники, сосредоточенные на Узком фронте, тогда можно будет сказать, что главный удар, вероятно, начался и где он происходит. Но даже тогда будьте осторожны в своих оценках. Украинский генеральный штаб захочет, чтобы русские догадывались о месте главного удара как можно дольше, и они не будут слишком обеспокоены, и, вероятно, будут рады, если твиттер ошибется. Если Запад представит все, что нужно вооруженным силам Украины, особенно высокоточное оружие большей дальности, то я все еще ожидаю, что Украина сможет освободить Крым, решающий территорию этой войны, к концу этого лета, то есть к концу августа. Думаю, это одна из целей наступления. В этот момент дальнобойное высокоточное оружие ВСУ может достичь Севастополя, Саки, Джанкоя и других ключевых крымских объектов, что позволит их сделать полуостров неприходным для российских войск. Вот почему поставка Великобритании крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadows с дальностью более 155 миль, стало таким важным вкладом в победу. Я надеюсь, что администрация Байда наконец смягчится и передаст Украине баллистические ракеты класса «Земля-Земля-Атака МС» малой дальности до 300 км или 186 миль. Это станет решающим вкладом в то, чего украинские силы могут добиваться на местах, придав наступлению огромный импульс. Некоторые датируют начало этой кампании 4 июня, за два дня до диверсии России на Каховской плотине на реке Днепр, которая произошла в ночь на 6 июня. Вероятно, это был момент, когда главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Заруны решил, это мое мнение, что три его предварительных условия были выполнены, что следовательно он может дать зеленый свет наступлению. Он бы спросил, во-первых, достаточной боевой мощи, то есть бронебригады с танками, БМП, саперы, артиллерия, ПВО и тыловое обеспечение, чтобы иметь возможность прорыва линейной обороны России и выполнения поставленных задач, что, вероятно, включает перерезание сухопутного моста от России в Крым, а также того, чтобы можно было деоккупировать Запорожскую АЭС. Далее. Была ли российская оборона и тыловое обеспечение достаточно деградированы? Достаточно ли нарушен российский тыл и транспортная сеть? Достаточно ли запутано российское руководство в отношении цели и сроков наступления ВСУ? И, наконец, достаточно ли сухая земля, чтобы выдержать движение сотен тяжелых гусенично-бронированных машин? Выстроившие на оборонительных позициях перед штурмовыми частями ВСУ русские сидят за сотнями километров траншеи с блиндежами, минными полями, противотанковыми рвами и полосами укреплений зуба дракона. Но эти укрепления настолько хороши, насколько хороши солдаты, занимающие их и прикрывающие эти препятствия. Меня не впечатляют боевые возможности русских в большинстве мест и ожесточенная борьба, которую наблюдаем между различными российскими лидерами, например, полевыми командирами, такими как Пригожин и Кадыров, подчеркивает отсутствие сплоченности на российской стороне. Я полагаю, что ВСУ воспользуются этим. Пока создается впечатление, что украинцы все еще прощупывают, прессуют, ищут уязвимые места, чтобы их использовать, усилия локальный тактический успех там, где они его находят или создают. Это одно из преимуществ принятого имя тактического командования и управления в западном стиле, когда руководители более низкого уровня могут принимать решения самостоятельно. И кое-что из того, что мы видим, возможно, предназначено для того, чтобы сбить русский столк относительно того, куда в конечном итоге будет нанесен главный удар. По моему мнению, показать Леопарда на поле боя на такой стадии, вероятно, было предназначено для привлечения большего внимания именно к этой области. И, возможно, в качестве приманки. Я не могу этого знать, но я бы сделал это, учитывая все внимание средств массовой информации, к этим превосходным танкам. Как всегда, участники боевых действий сталкиваются не только с обманом противника, но и с полнейшей неразберихой на поле боя. Туман войны действительно влияет и на решение полевых командиров. Не всегда было очень трудно визуализировать и понять, что происходит во время боя. В качестве командира бригады, начальника оперативного отдела корпуса в Ираке, а затем в качестве начальника оперативного отдела в Кандагаре, Афганистан. Хотя у нас были новейшие системы управления и контролем. Командир по-прежнему зависит от отчетов от передовых командиров, фактически участвовавших в боевых действиях на переднем крае района боевых действий. Дроны помогают дать некоторый обзор, но это все еще проблема. Вот почему важно доверять подчиненным командирам, чтобы понять общий план и продолжать принимать правильные решения в полу боя. Тем не менее, будут потери. Уничтожение одного леопарда вызвало большой ажиотаж в Твиттере, но на самом деле он был эвакуирован с поля боя для того, чтобы можно было отремонтировать и вернуть в бой. Это поразительно. Это то, что мы практикуем в армии США, и стоит отметить достижения в ИСУ в том, что они делают то же самое. Существует много неопределенностей, но в одном мы можем быть уверены. Украинский генеральный штаб проделал отличную работу по защите информации, чтобы русские не узнали о том, что происходит, и дали им возможность подготовиться к атаке. Неуверенность сознания русских могла бы одной из причин саботажа на Каховской ГЭС, Помимо ужасающих гуманитарных и экологических последствий, затопление низменности и расширение Днепра могли бы действительно какое-то время задержать наступательные операции в ИСУ на Херсонском фронте. Но есть голоса экспертов, говорящие, что паводковые воды спадут в течение следующих 5-7 дней, а земля начнет быстро сохнуть в летнюю жару. Так что предполагаемый эффект, на который надеется российская сторона, то есть усложнение форсирования Днепра, вероятно, будет относительно недолгим. Между тем, у меня нет никакого доверия ни к сообщениям российской стороны о сносе дамбы, ни к чему-то происходящему на линии соприкосновения. Украинцы, конечно, очень дисциплинированы в защите информации, а также очень хорошо контролируют нерратив. Скоро мы узнаем больше. Так что же нужно Украине, когда она участвует в этом великом национальном деле? Ей нужны защитники, и она остро нуждается в атаке МС. Вот что написал генерал-лейтенант Бен Ходжес. Ну а теперь давайте мы с вами посмотрим, что реально происходит на поле боя. Хотя, с одной стороны, информации об этом очень много, но она носит смешанный характер. И на самом деле какой-то отчетливой информации, которая точно показывает, что происходит, все-таки очень и очень мало. И мы с вами должны всегда помнить о том, что существует такое понятие, как the fog of war или туман войны. Да, это понятие, которое вел великий немецкий стратег Клаузевиц. И туман войны очень нужен обеим сражающимся сторонам, потому что им необходимо дезинформировать противника, а с другой стороны внушить некую уверенность своим гражданам, что все идет как надо. И почему это наступление очень сильно отличается от того, что мы узнали, что происходило осенью или летом, или даже весной, причина очень проста. В течение той паузы, стратегической, которая наступила осенью прошлого года, российская команда приняла решение создать мощные фортификационные сооружения по всей линии соприкосновения. И, как говорят те, кто наблюдает за этим, и в частности используя информацию со спутников, есть как минимум три линии обороны. Вторая линия обороны, она как раз и является самой главной. Вот так построила защиту российское командование. И первая линия обороны на многих участках уже прервана в СССР, но им надо еще пройти от 10 до 15 километров до второй главной линии обороны, которую на Западе уже назвали линией Суровикина. И если мы видели какие-то кадры, которые были поликоны в российской прессе, то мы видели, что как минимум эта линия обороны включает две полосы так называемых зубьев дракона. Это противотанковые укрепления, которые не позволяют двигаться танкам, они сделаны в виде таких вот бетонных пирамид. Но это не только. Конечно же, есть и противотанковые рвы, массированные минные поля и какие-то позиции для танков. И есть еще позиции для артиллерии, есть все-все то, что отвечает требованиям современной линии обороны. Поэтому впереди, безусловно, предстоят очень тяжелые бои, значительно более тяжелые, чем они были в течение этой недели, может быть полутора недель. И только тогда, когда ВСУ смогут преодолеть вот эту так называемую линию Суровикина, вот тогда можно говорить о том, что бронетанковые части, о которых как раз и говорит генерал Ходжес, имеют возможность вырваться на так называемый оперативный простор. Но до этого, как мы с вами понимаем, еще очень далеко впереди очень тяжелые бои. Они будут тяжелыми для обеих сторон, как для украинской, так и для российской. Это всегда происходит. И военные историки вспоминают то, что происходило в годы Первой мировой войны. И если первый год войны, 2014, это был год как раз движения, маневренной войны, когда двигались колонны, когда они наступали, и наступали, и отступали на всех фронтах, и немецкий Восточный фронт, и немецкий Западный фронт тогда носил подвижный характер. Но начиная где-то с середины 1915 года война приняла совершенно иную форму. Ее называют еще копной или траншейной войной, когда обе стороны конфликта, и Четвертой Союз, и Атланта стали зарываться в землю. И вот тогда, когда война приняла именно этот характер, вот тогда каждая атака, неважно, кем она проводилась, либо силами Атланты, либо немецкими войсками, она носила очень кровопролитный характер. И наступающая сторона теряла очень много воинов. И поэтому, когда историки вспоминают Первую мировую войну, конечно же, не вспоминают ее характер, окопный характер и громадные потери с обеих сторон. Французы тогда потеряли больше миллионов на служащих, англичане, которые помогали французам и отправили свой экспедиционный корпус на материк, потеряли порядка 770 тысяч человек. И характерны те потери, которые были для американского экспедиционного корпуса генерала Першинга. По-настоящему вступил он в бой где-то летом, ранним летом 2018 года. А учитывая то, что война закончилась осенью 2018 года, то есть реально американские войска в полной силе сражались порядка не более 6 месяцев, то потери, конечно, громадны порядка 120 тысяч человек всего лишь за 6 месяцев войны. И это говорит нам о том, что каких-то легких побед и быстрых продвижений сейчас с украинской стороны ожидать не приходится. И те сообщения, которые поступают, говорят о том, что продвинулись на 350 метров, где-то продвинулись на 500 метров. И практически те линии обороны, которые были созданы россиянами за полгода, украинским вооруженным силам приходится практически прогрызать. То есть мы через 100 лет попали в те условия, которые были характерны для Первой мировой войны. И это очень важно осознавать, потому что мы с вами знаем, что завышенные ожидания, когда они не сбываются, всегда приводят к тому, что наступает очень сильное разочарование. Знаете, такой вот некий эффект роликостера. Эмоции идут вверх, потом они идут резко вниз. Вот чтобы этого избежать, необходимо, во-первых, необходимо правдивая и проверенная информация. Это первое условие. А второе, необходимо некое очень сознательное, разумное, взвешенное отношение к той информации, которую мы получаем с обеих сторон. А если к этому добавить еще ту информацию, которая поступает, это институт изучения войны и других источников британской разведки. Мы должны понимать, что война вступила в такую очень сложную, затяжную фазу позиционной войны. И в условиях позиционной войны любые атаки, они очень сложны с точки зрения их организации, и не очень кровопролитны с точки зрения их выполнения. Вот это мы должны с вами знать. Но мы, в общем-то, это фактор десятый. Главное, что это должно осознавать украинское общество. Ну, и главный, и второй момент очень важный. Не менее важно, чтобы это засуновали все основные союзники Украины. Соединенные Штаты, европейские страны. Потому что, если сейчас ожидать каких-то быстрых и решительных прорывов, наподобие тех, которые были осенью прошлого года, а вот они не произойдут, это может вызвать эффект несбывшихся ожиданий. Что очень и очень опасно с точки зрения продолжения этой войны. Вот то, чем мне хотелось бы с вами поделиться. Поэтому я знаю, что среди наших радиослушателей или зрителей немало тех, кто искренне переживает за то, что происходит там на поле боя. Наберитесь выдержки, а будьте внимательны, будьте мужественны. И помните, что сейчас тем воинам, которые сражаются на поле боя, очень и очень трудно. Ну, а мы пожелаем им удачи. Дорогие друзья, подошло к завершению. Это мое время. Первый час, первый сегмент этой программы. Собирайтесь с мыслями. Продолжим вместе с вами уже во второй части.